Рима Хохлова Здравствуйте, Рима Григорьевна. Здравствуйте, дорогие телезрители. Вот действительно, как я уже сказала, что реалии сегодняшнего дня таковы, что люди часто живут в унынии, страдают депрессией. Вот давайте разберемся, каковы, как сказали бы врачи, вот симптомы уныния. Уныние на самом деле, некоторыми людьми оно даже не осознается как уныние. Потому что говорят, ну вот у меня там, я такой меланхоличный по настрою человек. Или вот у меня, ну просто настроение сегодня какое-то, нет хорошего настроения, что-то у меня плохое настроение. Ведь на самом деле уныние – это состояние души, которое вызывает в человеке апатию, нежелание что-либо делать, безразличие ко всему происходящему. Как следствие, у него расслабляется и тело, и нет настроения, и нет желания что-то делать вообще. И поэтому бывают разные, кстати, степени уныния, крайние формы, которые доходят до печали, до тоски, опоры вообще, до отчаяния, до суицидных мыслей каких-то. И поэтому уныние на самом деле и психология современная считает запалеванием, по сути, которое в общем называется депрессивное состояние. А с точки зрения церкви – это смертный грех. Вы знаете, греки переводят слово уныние как любопытство, а вот известный русский философ и писатель Иван Ильин говорил, что любопытство – это как пылесос, который заглатывает всё вокруг. Как это понимаете? На самом деле в греческом языке есть два обозначения уныния. Одно из них – это такое безразличие, а второе, как вы правильно сказали, это состояние, знаете, суеты, ещё оно переводится, суеты, любопытства, праздности. Почему? А потому что вот уныние вызывает опустошение. И человеку тяжело жить в таком состоянии опустошения, и он пытается состояние уныния заглушить. Заглушить чем? Ну, пытается развлечь себя. И вот это развлечение в чём заключается? Ну, в основном сейчас вот лазит в интернете, в смартфонах, ищет какие-то вот новости, что-то пытается интересное для себя найти, какое кино посмотреть и так далее. И, по сути, уныние, оно ведёт к праздности, к состоянию праздности. И поэтому вот греческий язык, он и раскрывает уныние, как такая опустошённость, которая ведёт к суете, попытке заглушить вот это опустошение души суетой. Скажите, пожалуйста, а почему люди часто чувствуют себя вот несчастными? Вообще, счастье – это понятие духовное. Счастье, вот если переводить с такого церковнославянского языка, ну, можно перевести как сопричастность. Сопричастность, соучастие в чём? Сучастие в любви божественной. Сопричастность божества, Творца. И когда человек несчастный, то есть он не является причастником Творца. И вот в этом состоянии человек находится как раз вот в этом состоянии уныния, можно сказать. Которое он и пытается. Кто-то пытается заглушить алкоголем, кто-то даже наркотиками, кто-то там разного рода ночными клубами, какими-то экстремальными видами спорта и так далее, и так далее. То есть человек ищет, как вот уйти, вырваться из этого состояния, потому что оно для него противоестественно. И, собственно говоря, если человек не поймёт, что несчастье – это отсутствие Бога в твоей жизни, с точки зрения духовной, то он, к сожалению, так и будет прививать в этом состоянии, по сути, уныния. Конечно, будут какие-то вспышки радости, там, может быть, даже счастья. Но потом они снова будут уходить, и опять будет возвращаться это жуткое, противное такое осеннее состояние души. А вот секрет счастья, он и заключается в том, чтобы научиться любить. Любить Бога и любить ближних. Это вообще, в принципе, секрет счастья. Потому что любовь – это исключительно жертвенно. И поэтому надо научиться этот дар направить вовне. Это секрет победы и в том числе над унынием, и обретение счастья. Вот говорят, что у каждого человека своя Голгофа. Вот за что Господь посылает человеку крест? Вот вопрос неправильно поставлен. На самом деле Господь посылает ни за что. Он посылает для чего. И вот, знаете, претерий Дмитрий Смирнов, Царство Небесное, вот он умер от последствий ковида в прошлом году, как многие люди знают. Это близкий моей семье священник. Я очень люблю, уважаю. Он сыграл большую роль в моем становлении как священника. И он говорил незадолго до своей смерти, что, знаете, я раньше думал, что жизнь человеку дана для того, чтобы здесь на земле, ну вот так вот страдать, чтобы выстрадать что-то в своей жизни. А сейчас я понимаю, что жизнь человеку дана для счастья, чтобы человек обрел счастье. И то, что Бог нам дает, Он дает нам не за что-то, а для чего-то. И вот это для чего-то, это и есть обретение счастья. А как я уже сказал, счастье – это и есть сопричастие Богу. Поэтому, на самом деле, мы предназначены для блаженства, мы предназначены для счастья, и не только здесь на земле, но и для вечного блаженства, и для вечного счастья. И поэтому, собственно говоря, мы должны об этом помнить, что Бог дает крест не за что-то. Он дает нам, чтобы каждому свой, у каждого свои особенности, у каждого человека свой подход нужен, кому все прекрасно знаем. И Господь это знает. И поэтому Он дает индивидуально такие условия нашей жизни для того, чтобы мы, преодолевая трудности, скорби, испытания, в итоге обрели счастье. А вот все-таки как бороться с унынием? Вот, к примеру, некоторые советуют что-то изменить в своей жизни. Например, женщина. Что говорят? Шопинг, сменить имидж, прическу, макияж и так далее. Вы знаете, конечно, бывает внешний содействие к внутреннему. Но, поверьте, ведь это не избавляет от причин. Да, это на какое-то время может заглушить вот эту опустошенность души, вот это депрессивное состояние. Но отвлечь от этого, от этих мыслей, да. Это важно, это ценно, конечно, когда меня что-то отвлекает от этих мыслей, которые вводят меня в уныние. Но это временное явление, это не панацея. На самом деле нужно извлекать корень, нужно решать проблему, а не пытаться там заглушить, залить алкоголем, там, шопингом отвлечься или еще чем-то. С чего нужно начинать? Нужно начинать с понимания того, в чем причина. То есть увидеть эту причину, свое состояние. И если эта причина какая-то личность, какой-то человек, или вот там, не знаю, заболевание, или потери близкого человека, или то, что страх какой-то в жизни, там, перед начальником, перед потерей работы, перед невыплатой кредита, перед тем, что сейчас вот ковидом все болеют, я могу заболеть и умереть, потому что у меня хронические заболевания. То есть нужно осознать причину, и что? И дальше нужно понять, что только Бог на самом деле может меня вот гарантированно помочь все это преодолеть. Потому что своими силами я с этим не справлюсь. И поэтому, и нужно еще, что делать? Нужно прилагать труд. Труд своей души, и, ну, и физический труд в том числе тоже. Потому что, ну, чтобы как личность отрудился. И поэтому лекарство от уныния – это молитва и труд. Вот, молитва понятна, да? То есть, а труд, труд заключается в чем? Вот, как я уже сказал, труд в самопожертвовании. Как один мудрый человек мне сказал, хочешь почувствовать Бога рядом с собой, как можно ближе в себя почувствовать к любви Божьей? Вот, вокруг оглянись, научись замечать других людей, и найди самые грустные глаза. Подойди и что-то для него сделай. Или что-то отдай ему, что, может, для тебя дорого. Или скажешь, что для меня это было дорого, но если что, это поможет и тебе. И тогда ты почувствуешь, как близок тебе Господь. Вот, этот труд в том, чтобы вырваться из своей собственной клетия внутренней, да, и устремить свой взор на других, и понять, что ты не пуп земли, ты не центр всей земли, всей вселенной. А что люди вокруг тебя тоже есть. И твое предназначение в том числе – послужить им, сделать что-то для них. Вот это и вырывает человека из уныния. Поэтому вот этот внутренний труд, который называется любовь, и внешний труд, который ты прилагаешь в форме деятельной любви, молитву в уповании на Бога – это главное средство избавления от уныния. И вот все-таки мы сейчас живем в условиях пандемии, когда либо кто-то болеет тяжело, а кто-то вообще теряет своих близких, да, затем рост цен, безработица и так далее. Вот можно ли при таких условиях найти повод для радости? Вот в таких условиях поводов для радости их бесконечно много на самом деле. Вот то, что мы проснулись утром, а на улице там туман, все так красиво, сказочно сегодня утром, да, вот, и благодарить вот Бога за это, радоваться, что Господь отдал сегодняшний еще один день прожить, вот, вспомнить про своих близких родственников, про маму, про папу, не знаю, про детей, если они в другом городе. Даже если они тебе не ответят, просто скажут, доброе утро, я тебя люблю. Вы знаете, на самом деле, ну нельзя быть счастливым, если люди вокруг тебя несчастны. Поэтому, если мы хотим бороться с счастьем, нужно, секрет счастья про это, нужно просто научиться делать счастливыми вокруг других людей. И плюс ко всему, ценить все то, что Бог нам дал. Вы знаете, говорят, вот там у меня вот все плохо, вот почему-то, я вроде хороший человек, ничего плохого никому не делал. А вот он, он плохой человек, он раздражительный, он там, козни какие-то, ему как-то все Бог больше дает. Почему такая несправедливость? Знаете, вот мне один татарин сказал, вот мне бабушка говорила, что вот когда у меня такие мысли появляются, а он человек такой, он занимал определенную должность высокую достаточно, вот, он говорит, мне бабушка говорила, ты почаще смотри, не вот туда, кому Бог чуть больше дал, а вон туда. И цени, что у тебя есть, и благодари Бога за это. Потому что у тебя руки-ноги есть, а другие инвалиды с детства. У тебя есть где жить, а другие, он сейчас зимой по улице там ищет, где им переночевать. У тебя есть что покошить, других нет. Тебе Бог дал детей, а другие хотят даже усыновить, а нет возможности. Кто-то, у тебя муж плохой, кривой, там, пьяница, но он хоть у тебя есть, а других вообще никого нет. Они там мечтают и ничего не дают Богу. Поэтому дорожи и цени, что у тебя есть. И радуйся каждому дню, и благодари Бога за это. Потому что когда научишься благодарить Бога и за скорбь, и за радость, ты забудьшь только уныние. И вот это будет, на самом деле, счастливые дни твоей жизни, когда научишься ценить то, что у тебя есть. Отец Виталий, ну понятно, повод для радости можно найти, а где взять силы радоваться? В храме. Вот знаете, я сегодня встретил девушку в храме. Она стоит у нас в храме, протирает иконочки. А эта девушка, она, знаете, она пережила очень серьезное потрясение. Она попала в деструктивную секту. Мама ее очень переживала за это. Она пыталась ее оттуда вытащить, но ничего не получалось. Потому что там, ну вот, все эти, бомбардировка любови, они там названия, у них друзей никаких не было, кроме них. И вот она все время туда шла, 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 шла. А потом она вдруг попала в психиатрическую лечебницу. И мама, естественно, она в храм ходит, верующий человек. Она переживала, подходила ко мне, говорю, вы знаете, вот ее выпишут, вы приведите, приложите в храм, вдруг она захочет. И какова бы жила моя радость, когда один раз она ее привела в храм. Потом она была на таблетках, она вся такая, в прострации, ничего не понимает, и вот ходит как в прострации. Ну, он в таком человеке, ну, в состоянии неадекватный человек. Я говорю, ну, вот как-то, может быть, со временем, может, она на исповедь придет решиться и так далее. И знаете, вот потом я увидела, она на исповедь пришла. У меня так сердце обрадовалось. Потом она со временем через покаяние причастилась. А сейчас я захожу, спрашиваю, ты себя как чувствуешь? Она говорит, батюшка, я встал в храм, мне так хорошо стало. У меня вот эти приступы, они стали пропадать. Вы знаете, я даже обнял от радости. И поэтому, знаете, вот она хоть и в нее в глазах жизнь появилась, а то была в такой депрессии, в таком состоянии опустошения, в таком унынии. Ну, просто я, честно говоря, думал, что она так вот уже клиент психиатричной лечебницы, может, на всю жизнь даже. И это великая радость, когда человек обращается к Богу. И находит силы в себе. Потому что находятся близкие люди, которые помогают ему сделать этот шаг к Богу. И поэтому я советую, найдите такого человека, придите к священнику, поделитесь, задайте вопрос. Потому что, знаете, столько людей приходит своей болью, горем. И достаточно просто вот высказаться иногда. А если тем более еще и священник подопадет опытный, который подскажет, какой сделать шаг, в какую сторону, вот тогда порой у человека начинается вообще новая жизнь. Жизнь в настоящей радости. В радости, которую дает только Бог. Потому что, на самом деле, радость истинную, внутреннюю нельзя купить за деньги. Там посмеяться, как на роде, поржать. Но это, пожалуйста, комедия там какую-нибудь посмотрела веселую. И то не всякое рассмешать. А вот именно радость, когда она тебя переполняет. Такая тихая радость. Делаешь тебя счастливым. Это радость дает только Бог. Спасибо большое, отец Виталий. А я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова